Дать людям возможность узнать, кто нами правит, это дело святое. И это имеет, конечно, отношение к этому кошмару, к убийству Политковского, потому что я уверен, что если бы нами правил человек не такой циничный, не такой аморальный, да, человек более-менее приличный, то убийство Политковского просто бы не произошло. Я не говорю, что он ее убил, но атмосфера, которая в стране складывалась, ненависти по отношению к журналистам, ощущение, что журналисты это враги, ненависти, критики и так далее. Эта атмосфера ненависти, она и привела к убийству, на самом деле. Они, в принципе, считали Политковского и считают врагом. И, конечно же, они только под воздействием общественного мнения, в том числе и деятельности «Новой газеты», в части Димы Муратова и оппозиции, так, знаете, из-под палки что-то пытаются расследовать, поскольку это совсем уже позорище. Вот. Но то, что они всерьез этим занимаются, у меня большие сомнения. Конечно, если бы у власти были люди приличные, они бы уже давно расследовали бы и всех наказали. Наказали, кто это повезет. А здесь убили врага Путина, и поэтому у него никакого особого интереса расследовать нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!